Вопрос. Имеет ли право невеста ставить условием будущему мужу не жениться на второй? Хвала Аллаху. Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни сказал, «Если мужчина женился на женщине с условием, что он не заберет ее из ее дома или из ее селения, то она вправе требовать это условие». Передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Самые достойные из условий, выполняемых вами, это те условия, которыми вы сделали дозволенными половые органы ваших жен. Если мужчина женится с условием, что не женится на второй, то жена имеет право развода в случае его женитьбы на второй. В основе этого лежит то, что условия в браке, ни кахи, бывают трех видов. Первый вид – это условия, обязательные для выполнения, и пользу, и выгоду, от которых получает супруга. Например, условия того, что она не будет вывезена из ее дома или селения, или муж не будет выходить с ней в путешествие, или не женится на второй и не возьмет наложницу. Подобные условия обязательны для выполнения. Если же он не выполнит их, она имеет право на расторжение брака. Эль-Мухни книга никаха. Этот же вопрос был задан шейху-ль-Исламу ибн-Таймия, и он ответил на него в своем большом сборнике фет в следующем образом. Вопрос. Мужчина женился на женщине, и она поставила условием, чтобы он не женился на второй, не переселил ее из ее дома, и чтобы она оставалась матерью. И мужчина согласился с этими условиями и начал супружескую жизнь с ней. Должен ли он соблюдать эти условия? И если он не соблюдет эти условия, имеет ли она право на расторжение брака? Ответ. Да, такие условия и подобные им считаются правильными в мазхабе имама Ахмада и других ученых из числа сподвижников и табиринов, таких как Умар ибн-Аль-Хаттаб, Амар ибн-Уль-Ас, Шурейх, Ауза'и и Исхак. И в мазхабе имама Малика, если он согласился на условия того, что если он женится на второй, то она вправе сама решать, оставаться с ним или нет. Это условие будет правильным, и она вправе расторгнуть брак. Это мнение совпадает с мазхабом имама Ахмада, и на него указывает хадис, приведенный в двух достоверных сборниках, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Самые достойные из условий, выполняемых вами, это те условия, которыми вы сделали дозволенными половые органы ваших жен». Также Умар ибн-Аль-Хаттаб сказал, «Границы прав заканчиваются перед условиями». Таким образом, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал условия, которыми половые органы жен становятся дозволенными, наиболее достойными для обязательного выполнения. И это текст, который указывает на подобные условия в большом сборнике фетв книги Никаха.